МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о самых важных, на наш взгляд, событиях уходящего дня. Сегодня в выпуске. Мягкие ограничения школьников Рязани частично переводят на дистанционку. День жестянщика. Ледяной дождь едва не сковал движение в городе. Трагедия в Гусь-Железном. При пожаре в жилом доме погибли люди. Золото и бронза Санкт-Петербурга. Рязанские цугоисты подтвердили свое реномет. Школа Рязани частично переходит на дистанционное обучение. С 23 ноября по 6 декабря готовятся и отвечать удаленно начнут ученики 5-6 классов всех городских учебных заведений. С 7 по 20 декабря в интерактив уйдут с 7 по 10 классы. Об этом в специальном обращении к жителям области заявил губернатор Николай Любимов. Такая мера, по его словам, вынужденная. Слишком велик рост заболевших ограничения ведут и в других сегментах образовательной сферы. Так, с 23 ноября на дистанционку перейдет Клепиковский технологический техникум. В настоящее время вузы отправляют на дистанционное обучение отдельные группы, где превышен порог заболеваемости, а также в дистанционном формате проводят потоковые лекции, где предусмотрено участие нескольких групп. Должен сказать, что для сегодняшних параметров заболеваемости это максимально мягкая мера. Если ситуация продолжит ухудшаться, новых ограничений нам не избежать. Еще раз обращаюсь и к родителям, и к самим школьникам. Дистанционное обучение – это не каникулы. Постарайтесь поберечь своих пожилых родственников. Не устраивайте сборищ, вечеринок, каких-то совместных мероприятий. Потерпите. Этот день, 19 ноября, все жители Рязани запомнят надолго. Ледяной дождь и минусовая температура превратили его, как говорят в народе, в день жестянщика. Пробки, аварии автомобилистам есть на что жаловаться. Впрочем, городские службы сработали оперативно. С самого утра центральные улицы обрабатывают реагентом, все остальные – пескосоляной смесью. Подробнее Валерий Седов. Грузовой автомобиль на базу дирекции благоустройства города возвращается пустым. Всю пескосоляную смесь, которая была в его кузове, он оставил на улицах города. Теперь водитель практически без отдыха снова загрузит машину и отправится в путь. На данный момент работает 25 пескоразбрасывателей по городу, 5 тракторов, которые с прицепами посыпают тротуары. Также посыпка тротуаров и остановок общественного транспорта проходит в ручном режиме. Это нашими сотрудниками с грузовых автомобилей. А с непогодой рязанские водители столкнулись еще с утра. По данным интернет-ресурса Яндекс, пробки на дорогах города достигли 9 баллов. Водители ездят максимально осторожно. Очевидцы уже насчитали минимум 4 ДТП. По данным Рязанского центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Рязани в течение дня ожидаются дождь и мокрый снег. Городские службы пришли в режим повышенной готовности. В 5 часов утра из автопарка дирекции благоустройства города выехала первая машина с реагентом. Улицы обработаны все и уже не по одному разу на данный момент происходит третья засыпка дорог, потому что температура такая и дождь, что в любом случае схватывается. Поэтому техника работать будет до последних, сколько это будет необходимо. Параллельно с дорогами и тротуарами сотрудники управляющих компаний, штатные дворники обрабатывают и дворовые территории. Руководство управления энергетики и ЖКХ направило письмо об усилении уборки в управляющей организации ТСЖ и ЖСК о том, что им необходимо организовать работу по очистке дворовых территорий и многоквартирных жилых домов от снега и наледи, а также по удалению ледяных наростов на карнизах, крышах и балконах. Если же подобная работа в ваших дворах не закипела, то следует обратиться в свою управляющую организацию. Если никакой реакции не последует, то следует обратиться в диспетчерскую службу управления энергетики и ЖКХ по телефону 44-79-15. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Пожар в поселке Гусь-Железный Касимовского района стал настоящей трагедией для местных жителей. При пожаре погибли 4 человека. Подробности далее. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило в 14.52. Боевые расчеты прибыли на место незамедлительно, но к этому моменту огнем была охвачена основная часть дома. Около двух часов пожарные боролись со стихией, но спасти постройку не удалось. Здание выгорело полностью. В 17 часов 5 минут пожар ликвидирован. В тушении у пожара вывергалось 7 единиц техники, 14 человек личного состава. К сожалению, на пожаре обнаружены дела четырех погибших. После информации о погибших на место происшествия выехал Касимовский межрайонный прокурор Владислав Моисеевичев. По факту пожара в поселке Гусь-Железный возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» двум или более лицам. В настоящее время эксперты проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Также проводятся и другие мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств пожара и гибели людей. По словам прокурора Владислава Моисеевичева, в ходе проверки будет дана оценка жилищно-бытовых условий проживания погибших, их отношения с соседями. Окончательные итоги следствия сделают позднее. Но версия о поджоге пока остается. Максим Яковлев, Максим Васильев, телекомпания «Город». Московский межрайонный следственный отдел просит откликнуться женщину, ставшую свидетельницей инцидента на остановке Театральная площадь. 27 июля около 6 часов утра подвыпившие рязанцы вступили в конфликт с гостем из Таджикистана и не нашли ничего лучше, как выстрелить ему в голову из травматического пистолета ОСА. На этом фрагменте видео с камер наблюдения самое начало конфликта. В конце к спорящим подходит женщина и просит утихомирец. Вот ее показаний для получения исчерпывающей картины как раз и не хватает следователям. В связи с чем Московский межрайонный следственный отдел города Рязань просит обратиться указанную женщину, если она узнала себя на представленном видео в следственный отдел для отдачи показаний, позвонив по номеру телефона 3402-80 и спросить следователя по особо важным делам Железнякова Кирилл Николаевич. Прививочная кампания в Рязани идет полным ходом. Вакцинировано уже примерно 40% от плана. Уже привились и губернатор, и мэр Рязани. Однако сомнения у Валерия Седова в нужности уколов еще остаются. Он пообщался с врачом, чтобы расставить все точки над «и». В связи с пандемией коронавируса спрос на прививки вырос в пять раз. Такой положительной динамикой делится Валерий Демихов, директор Центра гематологии, онкологии и иммунологии. Выросший спрос – это, конечно, хорошо, но есть и те, кто до сих пор считает вакцину чем-то вредным, сетует профессор. Он добавил, что миф о вреде появился вместе с первыми препаратами. Тогда вакцины были несовершенными, и противопоказаний к ним было больше. На сегодняшний день практически у нас в арсенале живых вакцин нет. В основном все они убитые, инактивированные, расщепленные. Более того, то есть, представляете, вакцина не содержит никаких вирусов, а представляет собой какие-то фрагменты, кусочки ДНК или РНК, что касается гриппа, которые ответственны за выработку вот этих специфических антител, которые возникают в организме человека, который получил прививку. Поэтому, ну что можно ожидать от вакцины, в которой нет вируса? Вакцины против гриппа различаются по двум критериям, говорит Валерий Демихов. Первое – это содержание штаммов гриппа. Есть трехвалентные, где таких штаммов три, и четырехвалентные. Вторым критерием является содержание антигенов. Например, есть вакцины, где содержится по 15 микрограмм каждого штамма. Все они соответствуют критериям ВОЗ. В арсенале Центра гематологии, онкологии и иммунологии есть три вакцины. Директор Центра добавил, что прививка от гриппа поможет и при коронавирусе. Но у этой медали есть и обратная сторона – свои противопоказания, на которые стоит обратить внимание. Действительно, вакцина от гриппа противопоказана, например, пациентам, которые перенесли, например, такое тяжелое заболевание, как синдром Гиена Барре. Это аутоиммунное заболевание, тяжелое, с поражением нервной системы. Вот им прививку эту делать нельзя. С большими ограничениями мы говорим о людях, у которых аллергия к куриному белку. Но и то в последние годы здесь подход меняется. Профессор добавил, что очень важно выяснить, в каких масштабах проявляется аллергия. Порой прививку можно сделать и под наблюдением врачей, например, в условиях стационара. Другое важное противопоказание – это наличие острых заболеваний или обострения хронических. Но все же самым важным критерием «за» или «против» остаются только убеждения самого человека. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В салоне на Старом Перекрестке снова любопытная выставка. Свои работы и иллюстрации акварели представила молодая художница Екатерина Гончарова. На ее персональный дебют заглянула Марина Комиссарова. Акварель – удивительный материал, укоротить который не каждый художник в силе. Требует эта техника и терпения, и усидчивости, и готовности к тому, что в процессе что-то пойдет не совсем по задумке, и умение управлять ее капризными течениями. Я могу судить о творчестве Кати Гончаровой с полным основанием, потому что мы у нас здесь видели очень высокие образцы этой техники акварели. Конечно, она сложная, потому что она не прощает ошибок практически. Если ты ее начинаешь исправлять белилами, то это уже не акварель. Вводишь какую-то другую краску, это тоже уже не акварель. Поэтому чистая акварель, она очень сложна, она первозданна, как снег. При этом Екатерина, окончив реставрационный факультет Харьковской академии дизайна и искусств, где ей пришлось на несколько лет полностью погрузиться в масляную живопись, по духу и призванию оказалась акварелистом. И сейчас в ее исполнении можно увидеть портреты, изображения животных, городские виды и пейзажи. Природа, она сама по себе самый лучший творец. И когда ты сливаешься с ней воедино, это определенное удовольствие. Самый большой, не знаю, заменить это слово, кайф, это когда получается посредством акварели передать и свободу, как бегут облака по небу, как именно в данный момент времени что-то ты видишь, да, состояние, настроение. Еще одно направление, в котором Екатерина нашла себя – книжная иллюстрация. Милые картинки к детским книгам, которые, кстати, мама двух дочек Екатерина иногда пишет сама. Тоже можно увидеть на этой выставке. В следующем году планирую ее издать, следующую мою книжку, посвященную моим двум дочкам любимым. И вот здесь уже есть некоторые иллюстрации, которые будут в этой книжке. Вот, это будет детская сказка. О чувствах. Название выставки говорит о настроении, которое объединяет все работы. Акварели Екатерины Гончаровой наполнены эмоциями, которые невозможно не ощутить. И погружаясь в этот акварельный мир, вы непременно почувствуете тепло и умиротворение. Выставка будет работать до конца декабря. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Золото и бронзу привезли рязанские дзюдоисты из Санкт-Петербурга, где прошел Кубок Корнеева, представительный турнир среди юниоров. Количество участников перевалило за три сотни, своей команды прислало почти полстраны. Но рязанских ребят это не смутило. Этот прием «Бычок» у Сергея Ларькова – один из любимых. Ката Гурума или мельница с вариациями. Впрочем, в арсенале бронзового призера таких приемов еще с десяток и в четвертьфинале представительного турнира в Санкт-Петербурге ему пришлось применить практически все. В соперниках был фаворит турнира, и победа над ним, казалось, открывала легкий путь к золоту. Но в решающем поединке что-то не задалось. Скорее всего, не до настроек был, но в физическом плане был недобор. Неудобные соперники бывают, и не был готов к этому. А вот Марине Воробьевой повезло больше. На финальный поединок ее соперница просто не вышла. Официально из-за травмы. Впрочем, говорить «повезло» в адрес чемпионки мира, наверное, будет немного некорректно. Слишком уж сильно прошла Марина по турнирной сетке, побеждая за явным преимуществом. Восходящая звездочка российского дзюдо шансов не оставляла никому. В таком составе, в котором мы ездили в целом, у нас еще было два травмированных мальчика хороших, а так вообще в целом выступление больше положительное, чем отрицательное. Не добрали мы две медали, я считаю. Ну, спорт есть спорт. Для тренера Сергея Батько успехи подопечных были вполне ожидаемы. Но, как обычно бывает в таких случаях, от команды хотелось большего. Несмотря на 300 с лишним участников, спортивный аппетит пришел прямо по ходу схваток. Ты понимаешь, что уровень у тебя выше, но все равно самое главное – это настроиться и недооценить соперника. А выйти готовым бороться, потому что каждый соперник хороший. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Чемпионат страны отменен, но на тренировках это сказалось не сильно. Возобновиться все может в любой момент, поэтому, по словам Сергея Батько, все ребята должны быть в форме и в полной боевой готовности. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте 3wgorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова